Там надёжные крючки, правильная снасть, грамотно настроенный фиксион и очень хитрый окунь. Смотрите, какая рыба обычно красивая! Хорошая рыба была. Крутая история, согласен. Хороший чаёк. Ёлки-моталки, что-то я совсем места-то не узнаю, а? Музыка Что за мини-голь? Здорово, Дубковский. Куда ты меня зовёл? Здравствуй, друг, здравствуй. Здорово. Как доехал? Нормально. Прибрахлился. Забородил-то? Да, есть немного. Собирался. На Кольске сказали, что без бороды не пускают. Ну, усики-то подбрил. Да-да. Я ещё шучу, конечно. Я так в женский монастырь собирался. Шучу, что всё пустило. Ну что, рассказывай. Какой мини-гольф? Что это за места? Мы с тобой же вроде не там рыбачили-то. Слушай, ну, я думаю, туда мы доедем и в любом случае поговорим об этом. Ага. У меня всё-таки другое место. В гольф, я думаю, у нас будет время, мы поиграем. А основное, конечно же, рыбалка. Слушай, а что в гольф? Спиннингами, что ли? Слушай, можно и спиннингами. Однако, интрига. Очуметь. Ты понял, где самые рыбные места? Никогда бы не подумал. А лунки надо дурить. Нет, там всё есть. Ага. Все точки известны. Красавчик, слушайте. Вот так надо рыбу ловить. Понятно. Как говорил наш друг Тайгер Уц, нахрен тебе эта рыбалка? Ну, как тебе? Круто. А что здесь ещё есть? Гольф оценил? Да, конечно. Но это ещё не всё. Так. Здесь также есть садки, где разводят карп, толстолобик. В дальнейшем также будет и форель. И осётры, я слышал. Да. Грамм 300-200, чтобы можно было на тарелочку положить. Ну, соответственно, сразу приготовить, одному человеку её и покушать. Самый гастрономический размер. Порционный. Макс, я тебя нашёл, смотри. Вот ты, короче, спасатель. А где-то я тут был со спинником. А вот наши лодки. Смотри, вот мы идём. Да? А вот сезарком. Такие трусалки. Да сезарком. Ты чё это? Смотри. А вот суда, который мылой. О, нахуйёк. Слушай, это круто. Как это называется? Чум? Полусфера. Полусфера. Полусфера вообще. И таких на территории три штуки. И она глазастая. Ты когда с той стороны смотришь, она на глаза и на тебя смотрит. Нет, звук, конечно, здесь вот это эхо. Здесь, на самом деле, эхо, потому что здесь нет мебели, они ещё не до конца готовы. Когда здесь будет мебель и ковёр, у вас не будет такого эхо. Но зато будет сумасшедший артураж, что вы живёте в пещере. Ну, в современном. Нравится? Вообще огонь. Узнавай. Я остаюсь. А вот наша лодочка. Отлично. Наколбасим сегодня? Рыбца. Наколбасим, конечно. Уж руки чешутся. Ну, погнали. Ну, с почином тебя, Макс. Еще одну точку убил. Красавчик. Это, знаешь, то ли 1-0 непонятно в чью кузь. Короче, походу, не в нахуй. Потому что точку убил. Неплохая, глянь. Ну, такая, на двояк, смотри. Бывалая. Ну, где-то килушечка, наверное. Да, мне кажется, подушка нормальная. Ладно, давай. Не будем мучить. Ну, да. Жакал рулит, 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 рулит. И что-то пока с утра не вырулит никуда. Ой. Смотри, какие живые, хорошие. Давай мы полем утку, а? Ну, давай. Ну, одну хотя бы. Да нет, попасть и завалить-то легко. Ну. Судак он вообще от слова не берет совсем. Я думаю, хоть ты утку лупанек, хоть покушать-то с тобой. Шулемчик забабахать тебя. Давай так. Бабахаем утку, а я бабахаю и шулю. И мясо утиной в мандаринах обжаренное. Что-то время обеда жрать захотелось. Молчи. Грусть. Вот она когда-нибудь клюет, все время такие коварные мысли. Ну, что утку валить? Вот справа идет хорошая. Одна маленькая, видишь? В аккурат. В аккурат в клюв раз. Подгребли, забрали. И рак рыбы, да. Когда судака нет, и утка за судакой. Утки мяса что нет? Пойди поспоришь. А самое главное, мы же судака здесь не можем поесть. Здесь из семьи. Спортсмены приехали, половили, отпустили, уехали. Ну да, про уток. А про уток нам ничего не говорили. Предлагаешь вольнуть все-таки? Так, а что нет-то? Не, мы не браконьеры. Не в этом смысле. Но просто никто ж никогда спиннинга будто еще не ловил. Потому что я в детстве помню на маленьком деревенском пруду и гуси гонял. Гонял? Чем? Спиннингом? На колебочки, знаешь, как заходили? Не знаю. У меня чайки на силикон, на мелкие, знаешь как? Эх, только приземляй. Ну давай вот эту справа. Одну. Нет. И на базу. Шулюм готовить. А заодно там окуня пока половим, туда-сюда. Вот это задавило! Авторитетом взялся и красавчик. Я тебе говорил утку надо было валить, а ты судак, судак. На. Вот тебе твой судак. Это мне аж стыдно. Пошли за утками, ядрено корень. Все, давай отсюда валим, короче. Да. Я уж второй раз с этой точки полосатеньких ловлю. Макс там все время блин ловится. Обидный. Есть такой. О. Ну, маленький конечно, не на него я вообще рассчитывал. Беги. Вот он. Под лодочкой. Ух ты, какие у нас под лодкой ты живу. Ты мне в сумку главное не лей. Под лодочные судаки, а? Судак под лодка называется. Сейчас я Максу спиннинг срежу на поклевки. Размерчик у нас не очень, не абы какой. Это конечно под лодочный судак. Проведем эксперимент. Берем приманку. В данном случае это у нас вобринг в размере 2,5 дюйма. И посмотрим, сколько будет у меня результативных забросов, а сколько пустых. То есть играем до пустой проводки. Один есть. Подожди, ты его еще не дотасил. Он может еще выплюнуть. Там надежные крючки. Правильная снасть. Грамотно настроенный фрикцион. Но не мне тебя кажется. И очень хитрый окунь. Который все это умеет. Подъединили. Опа. У меня и накрутно телеком плевать. Можно было менять. Первый есть. Погнали. Приманку я не меняю. Все тот же вобринг. Все эти машинное масло. Поклевки, может быть, не будет. Есть. Даже вот так он клюет. А не факт, что соскочил. Теперь главное его дотащить. Форсировать не будем. У тебя наглись идет. Опа. Посмотри. Даже вот такой вот маленький окунек. Заглотил. Глянь, как приманку. Он, походу, за судака сегодня отбивается. Судак вообще не хочет. А окунь всасывает, как пылесос. Нет. Третий заброс. Надеюсь, он также будет результативный. Надейся. Но сам не плашай. А мы тем временем вернем мою любимую приманку. Ничуть не менее уловистую. Которая, как вы думаете, называется? Правильно. Которая мне так хорошо под майонезик заходила. Сизер Комп. Вот, наверное, вот сейчас без рыбы. Но поклевка была, рыба сошла. Сейчас заброшу в другую сторону, чтобы ты мне не предъявлял, что я нашел якобы стаю. Ты закидывай, давай. Там нет закидывать. Не даешь? Смотри, туда я точно не даю. Давай. Согласен, там нет окуна. По крайней мере того, что ты подтвердил. Сизер Комп. Сизер Комп. Сизер Комп. И окунят покрупнее, чем на Вобринг. А все почему? А все потому, что он даже мне с майонезиком зашел. Скакали? Быки и такие борзые клюют лучше судака. По ощущениям. Да, Макс? Если бы они по размеру компенсировали бы клыкастого, цены бы им не было. О, знатные коряги. Ух ты! Бахнул? Это, походу, был не окунь. Так прям садишь. Нравится ему Сизер. Ну, вот видимо, там он в корягах понравился кому-то другому. Ну, если это был окунь, то он был прилично крупный. Вот это уже покрупнее. Хороший кабанчик. Посмотри, он битый. А кто его бьет? О, знатно, кто его бьет-то. Ох, как его хорошо приложил-то клыкастый. Макс, чем стрелять-то, гуси? Пошли, а? Что еще надо? Вобринг? Килограмм малмелада и одного судака. Килограммов нафин. Я буду счастлив. Просто классический цвет. Машинное масло. Классика для окуня. Удивительная штука. Показывай. Машинное масло. Откуда знает, как это будет? Вот. Заброс. Упало. Рывочек. Должна сейчас уже быть поклевка. Не, можно сменить цвет и доловить. Просто уже, наверное, вот этот цвет уже замелькал. Уже тошнит от масла. Маханька. Вот там вот он. Чипа окунь выплюнулся. Тьфу. Он задолбал. Ну вот он задолбал. Мой бедный. Бедный последний. Вот-вот. Хороший. А у нас их в магазине много. Ну, в смысле не окуней, а приманок. Опять подвисли большой. Скоряжек. Я-то думал тебе все окна ловит. Хитрый. Опять это не то пальто. А, детей гасит. Шикарная штука. Етить. Вот ты же хорош. Вот это уже нормально. А я чувствовал. Чувствовал. Как знал. Копчушка. Это. Да. Ну мы-то. Крючек открой. Милый. Ух ты, злой ты какой. Что касается-то? Нет, пусть уже. Это как, вон, Масимка говорит, копчушка из тебя будет. Ух ты, ух ты, ух ты. И даже он умеет позировать. Смотрите, здесь какая рыба обычно красивая. Знатная. Это первый, пожалуй, случай из мою историю. Когда окунь своей вот этой вот щеткой. У него же зубов нету. Он надеялся мне палец разодалить. Ты представляешь, как злой, а? Но я его таки нашел. Ну чего. Даруем красавцу свободу. Ну что, зови прабабушку. Витя, что-то стало холодать. Не пора ли чайку поддать? А не откажу, ваша светлость. Каким чаем извольте потчевать. Опа. А у тебя там что, чай очень крупногранулированный, что ли? Витя, ты посмотри, что здесь. И кто здесь? Что меня обосвали? Это у тебя какой-то специальный рыболовный? Вот он где. В смысле? Что значит вот он где? В Карганде это чай был или что? Слушай, вот эту банку я брал с собой два года назад в феврале в Сызрань, когда мы ездили ловить зимой. Снять спросить, вот это он молочный лун, который зеленый чай? Я не знаю, либо это Серега его туда положил, либо я его как-то нечаянно по ошибке закинул. Это был семнадцатый год, мы поехали в Сызрань. Минус двадцать пять, минус двадцать семь. Фоновый ветер около пятнадцати метров в секунду и с порывами нам сложно было представить. Вчера погода идея была. А у нас как обычно, или вчера, или завтра. Ну да. Кай вообще, как взбывает. Да, погода, конечно, вообще от аст. Ну а что делать? Сейчас будем ловить. Мы легких путей не ищем. Слушай, а вы знаешь, как мы ловили? Мы ловили вот точечно. Мы ставили эту подушку по ветру. Заходили за ней. Ну то есть она делала естественную искусственную стену, да? Ну это барьер, хотя бы хоть как-то можно было где-то укрыть, чтобы обловить такие локальные участки, которых Серёга до этого там довольно-таки неплохо, в принципе, ловил. И вот, и ловил, наверное, только я один. Я ненавижу зимнюю рыбалку. Пластмасса не выдерживает в такой мороз. Всё трескается, всё лопается, намерзает. Сейчас надо поставить какое-нибудь что-нибудь железное. Ну такой, сейчас реверол поставлю. Это у нас випер. 6 грамм. Железо тогда оно вечное. Пока клюёт только у Макса. Полунка очень быстро заметала. Руки уже просто не слушались. Перевязываться уже просто физически не нужно. Не сильно, я ещё и адреналин, ну да. Даже не адреналин, потому что ты просто замёрз. Вот это Басик, вот это Серёга. Я думаю, где-то под 47 размер. Покажи хоть блесну ты, Серёга. Вот на эту. Второго он у неё поймал. А что это у тебя? Весточка. А это черри, да? По большому. А у тебя, смотри, они без подсада крючки, да? Да. Я просто на свои надел такие кембрики. А у меня первый сожрал. Я насаживаю пенопластик кусочек. Ну и цвет классный. А второй без неё попался. Прям так. А глубина какая у тебя здесь? Так, где-то 3,5. Сколько было народа? У нас было, наверное, человек пять. Ну, как. Все выйдут из подушки там. Сделать максимум хватало на одну лунку. Я не понял, что не плёт. Они заходили, потому что чисто физически невозможно было. Ну, я упертый. Я делал три лунки. Да, я успел сделать три лунки и их как бы обловить. Вечерний клёв-то активизировался. Окунёк. Уже вторая лунка. До этого была сейчас поклёвка. И вот он. Но он там точно не один. Ещё, ещё. Ох. А это уже в простонародье дуплет. Я же говорил, что он здесь не один стоит. Вот уже как минимум два. Мы очень интересно перемещались. Серёга взял с собой карплотер. Со своими литкими точками. И мы именно по ним так вот ходили. В смысле? А, то есть, ну да. Ты же на подушке идёшь по льду. В принципе, какая разница, как на катере. Да, да, да. Вот это, собственно, так и было. Мы ждём, конечно, большую рыбу. В основном, толку небольшого. А тут судачки бегают. Есть даже головли большие. Последний раз тут такая рыбина оборвала. Ну, просто огромная. С поклёвки как-то долбануло. Головли, наверное, жирный был. Скорее всего. Наратрин надо пробовать. Он с вибрэйшн. Вот я на такой лаву прошла. У меня весь по вкусу не уже. Нормально такая бирляндочка. Ветер также дул, пурга также была. Мороз скрепчал с каждой минутой. У меня встречается поклёвка. А на какой глубине? Это был полив где-то глубина метра, наверное, 4. Ага, нормально. То есть я понимал, что рыба действительно хорошая. Я уже всё, я отбросил уже удильник. Я начал её вытаскивать за леску, понемногу стравливать. Но первое, на что я подумал, это щука. Ага. Я не мог подумать, что это был он. Это был судак. То есть нормальный клыкастик. Да. И уже на этом месте мы, наверное, стояли, ну, минут 40. То есть хватило, чтобы замёрзнуть просто вот. Мы спасались только чаем. То есть, короче, народ там отогревался в подушке. Я так понимаю, всё-таки отопитель там работал. А ты тут хреначил, ещё и вываживал. И не помогал тебе никто, потому что... Потом, когда я начал уже кричать, просить, там, звать о помощи, народ, соответственно, ко мне подбежал. Подбегал, типа, как на одну лунку. Макс, что там, давай, 10 сантиметров вытащили, следующий. Ну, оно только есть, потому что ты в перчатках не можешь залезку вытаскивать, ну, чтобы контролировать эти все рывочки, чтобы... Ну, что технически я представляю, я несколько раз выезжал. Да. Всё приходилось делать голыми руками. Вот это класс. Вот это в такой погоде. Не, ну, вы точно отморожены. Ну, блин, слушай, и чем всё закончилось, побыть. Да ладно. Стив! Стив! Быстрее! Ух ты! Я упаду, не могу. Ну ты чё? Аккуратно, 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 аккуратно. Залёк. Что? Чё такое? Всё. Залёк. Залёк. Хороший рыв был. Учёл! Учёл! Не поднял, лунку не пролез. Поднимаешь, отдаёшь, поднимаешь, отдаёшь. Потом щёлк. Всё. Мы поехали назад на базу. В надежде, что мы вечером вернёмся. И хоть как-то там, может быть, стихнет ветер, пурга, успокоится. Ну, Ратлин-то вот. Да, Ратлин-то вот. Всё же, мы вернулись. Я нашёл вот эти лунки, потому что я бурил раз-два-три. Ну, и, собственно, там кочка такая образовалась, оно визуально было заметно. Ага. Ну, это, конечно, вообще история, наверное, один на миллион. Так. Я в ту же лунку опускаю бур. Ну, как обычно, по старым направлениям. Делаю несколько оборотов. Получается, я вот эту корку-шугу проминаю. Так. Потом у меня бур проваливается, и во что-то уперся. Ага. То есть, ну, это никак не двойной лёд, это уже... Ну, да. Потому что февраль месяц, там уже лёд, наверное, метр точно. Ну, всё. Я оттуда, но там никак. Я давай лунку прочищать. Так. Понимаешь, почему я? Пока не очень. Я расчистил лунку буром. Ага. Я в неё... А там он. Есть! Давай, 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 давай! О! 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 О, вот это судак! Смотри, где у него приманка. Надо приманку поставить. Где у тебя щипцы-то были? Руки мерзну. Сейчас, сейчас. Там щипцы. Ну, я думаю, где-то около 4 килограмм. 4 килограмм. Да, 4 точно есть. Руки мерзнут. Нет. А вот наша приманочка, которую мы благополучно спасли. Это Ратлин. ТН-Слим 80. О, просто руки мерзнут. Вот такой малечек. 4 200. Ну, это мой личный рекорд. Это круче, чем зимний спиннинг на Москве реке. А то жесть, жесть, жесть. Вот это настоящая жесть. Кажется, этот чай через какое-то время можно будет задорого продать. Ну, кашу из-то пора помнить, сказать, у нас чай из Ратлина. Притом непростого Ратлина. Ну, да. А который побывал в уникальной истории. С историей. С историей. Слушай, ну, старик, это, конечно, круто. Не. Ну, за такое, да, пожалуй, стоит просто убедить. Мир балк, наверное, я все равно не поеду. Но красиво. В таких условиях очень экстремально. Я просто не понимаю это, правда. То есть, как бы, экстрим в спиннинге я понимаю. Вот зимой это уже какой-то такой, мне кажется, запредельный. Ну, главное, ты попробовал живой. Отлично. Это самое главное. Не, крутая история. Согласен. Хороший чай. А вообще, конечно, красота. У ребят просто какое-то такое райское место, поистине. Тихо, красиво, воздух, акватория. Но она огромных размеров. Можете себе представить, только 2,5 километра. Просто от берега до берега. В длину, конечно. И вот то у тебя всплески рыбы, пение птиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова